АПЛОДИСМЕНТЫ Варпет буквально переводится как «мастер», но в этом смысле, который народ вкладывал, это больше, чем «мастер». Это где-то и учитель, и гуру. И немногие удостаивались такого отношения. Варпетом называли Аветыка Исаакяна, Марпироса Саряна. Сегодня с нами из небес будут присутствовать два мастера, два варпета. Это Николай Никогосян, в чём доме мы находимся, и которому сегодня исполняется 104 года, и Эдвард Мирзоян. Две ярчайшие индивидуальности, два огромных таланта. Глыбы. Они даже внешне были чем-то похожи. Правда, меньше вот на молодой фотографии, а потом ещё больше. Скульптуры и картины Никогосяна и сегодня украшают самые престижные галереи и музеи во многих странах. А музыка Мирзояна и сегодня звучит с разных сцен практически по всему миру, сама себе пробивая дорогу. Оба были ещё при жизни признаны и любимы, народные артисты страны, в которой они жили. И оба очень любили свою землю. И я прочту в одном из писем, Никогосян пишет папе, «Ты же знаешь, я художник-скиталец, как же много скульптур я поставил на чужой земле. Мне уже немало лет, и единственное моё желание – лучше пусть мои работы будут установлены на наших камнях, даже на наших колючках, чем на роскошных польских площадях». Они оба очень любили жизнь. Они почитали гармонию, почитали прекрасное. Конечно же, почитали прекрасную половину человечества, каждое. И общего у них много, но я недавно говорил с Гайанэ, и у нас прошла вот такая параллель между нашими отцами, насколько они были разные в жизни и в творчестве. В жизни это сплошной драйв, решительный настрой на решение, безотлагательное решение любых задач и вопросов. Папа любил переделывать некоторые пословицы. Есть пословица «То, что можно сделать сегодня, не откладывать на завтра». Он говорил то, что можно сделать сегодня, нужно сделать сегодня. Вот такое отношение к жизни – абсолютный оптимизм у обоих. А в творчестве сколько лирики, сколько драмы и сколько присущего многим истинным художникам и творческим людям – сомнения. Полагаю, что недавно, вот буквально недавно, они там встретились, и Коля сказал Эдику, «А давай в день моего рождения среди моих картин и скульптур будет звучать твоя музыка». Ну а мы исполняем предначерпанное. И я прошу дать слово нашим славным музыкантам. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо. Настислав Леопольдович Гостропович стоит на коленях и говорит, поклянись, что ты напишешь, что надо. Папа говорит, пока не встанешь, не поклянусь. Тут я только-только в школу пошел. Захожу, он говорит, поклянись им, что напишешь. В общем, на этом они договариваются. Что-то пишется, назначается день премьеры в зале консерватории в Москве. И во время репетиции, уже афиши есть все, во время репетиции Ростропович понимает, что нот нет, там сплошной импровизм. Он снимает концерт. Папа говорит, почему снимаешь концерт? Он говорит, как им не стыдно. Посмотри, какую они афишу. На афише я с волосами, а я лысый. Придумываю. Снимаю. А потом говорит, на следующий день, поехали ко мне на дачу. Папа, ничего не прозревая, едет на дачу. Он достает там гречку, какие-то фрукты, продукты. И говорит, вот, своей губернат говорит, вот, корми этого молодого человека. Тебе должно быть стыдно. Запирай его. И говорит, я через три дня приеду. Ну, деваться некуда. Рояль есть, чернила есть, бумага есть, надо писать. Через три дня звонок в дверь. Открывает сайт Шостакович. Говорит, Мстислав Леопольдович заболел, у него ангина. Он просил, не с дачи рядом были. Он просил меня вас забрать в Москву. Вот такие были времена. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Сейчас мы всех приглашаем на четвертый этаж Выпить с нас шампанское Вспомните двух удивительных людей И еще одно маленькое объявление Елена Хорошеневича и Елена Хорошенко Будут у нас выступать в 8 декабря В 8 спорах И не заходите, приходите В некую программу Мы говорим о том, что решать Продолжение следует...